За столиками, можно их пододвинуть, кстати, сюда и стоя, там стоять, чай, кофе пить, кушать, там, я не знаю, и так далее. Sorry. Просто чуть-чуть выбились из таймбокса предыдущего доклада, поэтому это чуть начнем раньше, чуть меньше будет перерыв. Вот хочу представить Михаила, он расскажет про IoT-сценарий, который они реализовывали, причем реализовывали на базе Амазона и Azure, поэтому получится посмотреть сравнение и пощупать это. Ну что ж. Слышно? Раз-раз. Отлично. Так, еще раз всем привет. Меня зовут Ватальев Михаил, я software developer из компании Clicka Technologies. Это мой первый опыт выступления на подобного рода мероприятиях, но пусть вас это не смущает. Я всегда рад конструктивной критике. Данный доклад в первую очередь может быть интересен начинающим IT-разработчикам и также разработчикам, которые работают над IT-проектами в данный момент, используя облачные сервисы Azure и Amazon. Ну, начнем. План на сегодня такой, то есть я вам покажу проект, IT-проект, который мы реализовали в нашей компании, и две его имплементации, первую на Амазоне, вторую на Azure. Мы посмотрим сервисы, которые мы использовали в процессе от обоих вендоров, также поговорим о проблемах с текущей реализацией, ну и нюансах, которые были. Подумаем, что можно улучшить. Ну и в конце я постараюсь ответить на ваши вопросы. Ну, перед этим вопрос. Много ли среди вас людей, которые пользовались облачными сервисами Амазона? Ну, то есть Azure, тут понятно, что все пользуются. Вот Амазона, вот есть такие вот ручки, поднимите. О, молодцы. Дай пять. Ну, собственно, зачем вообще про это рассказывать? В нашей компании мы хотели получить, ну, мы хотели посмотреть, что, в принципе, IT-сервисы облачных платформ могут нам предложить, получить практический опыт для работы с ними. Ну, Azure и Amazon мы использовали, потому что на самый момент они наиболее популярны и богаты по своим возможностям. Ну, еще такой вопрос. А IT-хабы кто-нибудь использовал? Вообще, в принципе, слышал, что-то такое, нет? Еще пятюню, да? Так. Собственно, на текущий момент существует порядка более 120 вендоров, которые предоставляют свои сервисы облачные для интернета вещей. Среди них есть такие компании, как Amazon, Google, IBM, но и также большая часть из них – это индустриальные компании, которые выпускают свои устройства, такие как Intel, Bosch, Predix и другие. И тенденция такая, что с каждым годом этих вендоров и этих платформ все больше. Ну, соответственно, ну, становится проблема выбора. Ну, возникает проблема выбора. Кстати, эта тенденция, скорее всего, связана с тем, что производители устройств хотят избежать вендорлоков, ну, и минимизировать свои риски. Собственно, ну, небольшая предыстория. В прошлом году, в октябре, в Минске наша компания организовала мероприятие Nuclea IT Hackathon, в рамках которого мы готовили наше приложение и первую его реализацию на Амазоне. Также в этом мероприятии участвовали наши партнеры, компания Aoteco. Вот, они отточковались от Steam Macroelectronics и сейчас занимаются разработкой зарядок для электрокаров. Ну, чтобы вы понимали, ST — это одна из самых крупных в мире корпораций, которая разрабатывает интегральные микросхемы. Ее называют IntelM-Европы. С 50% вероятностью сенсоры, которые стоят у вас в автомобилях, ну, это ST. Ну, и на этом hackathon ребята презентовали девелоперскую платформу STM32 Nuclea. Ну, поэтому мы решили ее использовать, обкатывать. Ну, в общем виде задача у нас такая. Нам нужно было подготовить устройство на базе STM32 Nuclea с набором датчиков окружающей среды. С этого устройства мы собираем телеметрию и посылаем его в клауд. На стороне клауда нам это дело нужно принимать, перепроцессить, ну и сохранять сторож. Ну, также у нас есть два вида клиента. Это веб-дашборд и мобильное приложение. Вот с них мы будем показывать данные. Также для веб-дашборд нам была важна такая фича, как возможность визуально сравнить данные, которые мы собираем с наших метеодатчиков с внешними данными из OpenWeatherMap. Ну, собственно, по железу установились на такой конфигурации. STM32 F401RE — это Nuclea Development Platform. Сердцем является микропроцессор архитектуры ARM 32-битный Cortex-M4, работающий на тактовой частоте 84 МГц. Также есть модуль ОЗУ на 96 килобайт и модуль ПЗУ на 512 килобайт. Так, извиняюсь. Также, ну, конкретно на этом борде есть две юзерские кнопки, три диода, подключение на Ардуино, ну и девелоперская часть с программатором со всеми делами. Наверх этого дела мы ставим expansion board с Wi-Fi-модулем. Ну, он поддерживает современные Wi-Fi-стандарты, поддерживает LSSL, ну и совместим с Nuclea. А еще наверх мы ставим третий expansion board с нашими MEMS-датчиками. Здесь у нас есть трехосевой акселерометр, гироскоп, магнитометр, также есть метеодатчики, такие как термометр, барометр, ну и датчик положенности воздуха. Ну, тоже все совместимо с Nuclea. В результате получается вот такой вот бутербродик. Ну, собственно, в общем виде задачи по backend, ну, задачи можно декомпозировать и разбить на такие вот блоки. Получается такая вот примерно схемка. То есть у нас есть telemetric control unit, это наш девайс плюс к нему прошивка. Данные из нашего девайса должны отсылаться на какой-то IoT endpoint. Оттуда они должны припроцесситься, ну, стрим ивентов должен как-то обрабатываться, для этого нам нужен стрим процессин сервисы, ну и сохраняться в storage. Вот так работает. О, супер. С другой стороны, нам нужен backend для того, чтобы фечить данные с OpenWeatherMap, ну и делать это по расписанию. То есть, ну, например, раз в час. Также для наших клиентов мобильного приложения веб-дашборда нам нужно два типа API. Первое — это History API для того, чтобы получить предыдущие показания за сутки, например. И на T5 API для того, чтобы получать real-time апдейты. Собственно, как я уже говорил, с девайсом мы посылаем данные в IT-хабы. Ну, мы их используем в качестве IT-инпоинтов. То есть на стороне Azure есть сервис Azure IT-хаб, на стороне Амазона — AWS и вот. Ну, в принципе, они предоставляют схожий функционал, но есть небольшие отличия. То есть конкретно нам было важно протоколы, с помощью которых мы с девайсом можем подключаться к облаку. То есть они поддерживают одинаковый набор протоколов. Ну, нам было важно поддержка MQTT, потому что он на текущий момент один из самых популярных, ну, там чуть ли не стандарт в декоммуникациях. Также есть поддержка MQTT over-up-сокеты. Ну, это круто. Поскольку мы разрабатываем под STM32, нам было важно наличие embedded-csdk, которые оба предоставляют. Авторизировать и идентифицировать девайс в клауде в Azure ID Hub мы можем через connection-стринги, либо по девайс-ид и специальному сертификату. В AWS и от мы тоже можем идентифицироваться, авторизоваться с устройства по девайс-ид и сертификату. Также есть возможность настроить и АМ-политики специальные, и использовать Amazon Cognito еще. Ну, об этом я дальше расскажу. Ну, и также из плюшек есть, что оба этих сервиса, что на Azure, что на Амазоне, они поддерживают бесплатные планы. То есть в Azure ID Hub есть дневная квота на 8000 сообщений. Ну, там есть нюансы с месседжмитером, но об этом потом можно сказать. В Azure ID Hub есть только одна квота месячная на 250 тысяч сообщений. Ну, чтобы вы понимали, на самом деле это не так уж и много, как кажется. Вот. Собственно, данные из IT Hub, сырые данные, нам нужно обработать. Для этого нам помогут стрим-процессинг-сервисы. Azure предоставляет Azure Stream Analytics. Amazon, соответственно, предоставляет Amazon Kinesis. Ну, суть их в том, чтобы получать стрим данных, генерируемый другими сервисами, такими как IT Hub, производить над этим стримом какую-то трансформацию, возможно, фильтрацию, либо генерировать какие-то другие ивенты в другие сервисы. Ну, и стрим этот на выход отдавать. В нашем случае мы из IT Hub перегоняем в сторож. Тут стоит отметить, что в явном виде Amazon Kinesis на Амазоне мы не используем. То есть IT Hub по дефолту, AVS и О, точнее, по дефолту поддерживает возможность выгрузки входящих сообщений в какую-то, ну, в DynamoDB в нашем случае. Но на самом деле под капотом рулы, которые позволяют делать такую трансформацию, это Amazon Kinesis Analytics Service. Напрямую из Azure IT Hub в DocumentDB писать нельзя, поэтому нам нужно использовать стрим-аналитик-сервис. Извиняюсь. Также стоит сказать, что правила работы с этими стримами описываются на специальном языке SQL, streaming query language, который стилистически и синтаксически очень похож на structured query language, изоляционных баз данных. Ну, на самом деле, вот эта штука очень гибкая, позволяет делать юнионы, джойны из нескольких источников, генерировать новые сообщения, сортировки есть, группировки, ну, то есть можно разгоняться. Ну и самое важное, что эти сервисы не лимитируются как-то по ресурсам, то есть единственная квота, которая у вас есть на количество имментов, которые они обрабатывают или генерируют, вот поэтому она очень масштабируема. Ну, вот это пример джоба из Azure Stream Analytics, то есть он довольно тривиальный в нашем случае, то есть мы просто берем входящие сообщения из IT-хаба, ну и записываем в Dynamo. Вот, но тут есть нюанс. Стоит отметить, что для того, чтобы этот SQL работал, сообщения должны, ну, которые приходят нам из IT-хаба, ну, в баде сообщений должны быть определенных форматов. То есть оба сервиса, и Kinesis, и Stream Analytics, они поддерживают JSON. То есть это мы на самом девайсе, когда отправляем сообщение, должны формировать какую-то JSON-строчку и отсылать. Если это будет что-то другое, то, ну, вот этот role-engine не поймет. Stream Analytics, азуровский, помимо JSON, еще умеет работать с CSV, и, ну, еще есть такой интересный формат – ABRA. Вот. ABRA – это бинарный формат данных, ну, описывается JSON-схемами специальными, но его, бенефит его в том, что он позволяет делать, уменьшать размер сообщения значительно. То есть такая интересная особенность. Вот. Ну, из Stream Processing сервиса данные мы сохраняем в какой-то Storage. В Azure мы выбрали DocumentDB, в Amazon Dynamo. По сути, это облачная NoSQL база данных. Ну, тут же стоит отметить, что в Storage данные приходят не только со Stream Processing сервиса, но и с того бэкэнда, который фетчет данные с OpenWazerMap. То есть, в принципе, они тоже как бы одинаковы, но поскольку они поддерживают REST API и каждый инстанс этих баз, у них есть сервис SDK под все языки на все случаи жизни. Но в DocumentDB здесь отличился. У него есть такая прикольная фича, как Native MongoDB Driver. То есть можно его использовать как MongoDB базу. Ну, и в Node.js разработчики, они будут рады. Также в DocumentDB есть возможность скриптования базы данных. То есть кастомные триггеры DocumentDB и DynamoDB поддерживают, а вот Storage процедуры нет. То есть Storage процедуры – это фича чисто в DocumentDB. То есть можно писать процедуры на поддерживаемых языках, ну, программных поддерживаемых языках. На JSON тоже можно. Это хорошо. Ну, и также еще стоит опомянуть, что есть разница в развертывании инстансов этих баз данных. То бишь, например, когда мы создаем инстанс Azure.documentDB, мы его создаем согласно какого-то плана. У этого плана есть лимитейшены по размеру. В DynamoDB ситуация такая, что вы создали инстанс Dynamo, он живет, и туда можно писать вообще без ограничения. То есть нету никаких квот на то, сколько месседжей туда можно писать. Единственное, что чем больше вы используете фактически места в DynamoDB, тем больше у вас растет коэффициент за гигабайт того места, которое вы используете. Ну, для того, чтобы реализовать хистерию API и вот этот backend, который фичит данный с OpenWazerMap, городить какое-то отдельное приложение нам сильно не хотелось. Ну, и хотели сбежать с Monolith. Поэтому решили посмотреть в сторону backendless сервисов. Azure предоставляет Azure Functions, AWS предоставляет Lambda. Вот, собственно, хистерия API нам будет шареной, будет использована веб-дашборд и в мобильном приложении. Также backendless сервисы, в принципе, суть в том, что на какой-то входя, ну, на какой-то триггер, который генерируется клаудом, можно выполнить какой-то ваш программный код, ваш кастомный. При этом вы не заботитесь о том, на каких ресурсах оно запускается, ну, и как эти ресурсы алоцировать. Единственным важным фактором здесь является время выполнения конкретной функции. Ну, и триггеры там есть разные. Вот. Собственно, как я и сказал, поддерживаются разные языки. Вот мы, ну, мне просто нравится очень Node.js, поэтому мы использовали Node.js. Они оба их поддерживают. Ну, тут есть нюансы небольшие. Ну, первое, что стоит упомянуть, когда мы пишем функцию в AWS Lambda, ну, на Node.js, у нас по дефолту установлен глобальный пэккетч. AWS SDK, который предоставляет программный API почти ко всем сервисам Амазона. То есть это очень удобно. И мы, по сути, настраиваем, ну, и программирование заключается таким образом, что мы, по сути, настраиваем только триггеры. Вот. В теле функции мы дергаем API нужную, и все у нас хорошо. Если вдруг нам нужно что-то еще, ну, какие-то дополнительные библиотеки использовать, вот, мы вполне можем сделать, ну, локальный наш файлик с Lambda, поставить нужные Node-модули, которые нам нужны, потом сделать из этого zip-pack, залить его в Amazon, и все будет хорошо. С Azure Functions тут немножко другая ситуация. То есть, ну, процесс разработки у них тоже примерно одинаковый, что мы заходим в портал, создаем instance-функции, там онлайн-нде, мы там пишем, творим всякие непотребства. Вот. Но у них нет возможности заливки zip-pack, но есть возможности доступа к инстансу Azure Function, не функционов по SFTP. Поэтому, по идее, Node-модули можно туда заливать. Но есть проблема. SFTP там очень медленные. Вот. С другой стороны, также в Azure Functions, в instance, есть возможность по SSH консоли онлайн-новой, которая у них там есть, ну, просто зайти в функцию и выполнить NPM install, ну, чтобы скачать нужные package, которые нужны. Ну, тут все не так уж и гладко, потому что NPM может просто не хватить доступа на создание директории, ну, Node-модули. Так что тут есть свои нюансы. Ну, это все на самом деле мелочи, потому что есть вопак, вот можно делать сборку вопаком, просто копипастить в эдитеры и дальше жить, не замечая такого рода проблем. Вот. По поводу триггеров, нам для History API нужен HTTP-триггер, для Fitch нам нужен Schedule-триггер. Ну, конечно, оба этих сервиса, эти триггеры поддерживают, в HTTP-триггере везде можно настроить корс, Schedule, крон-формат supported. Единственное, что здесь стоит упомянуть, что в Azure Functions HTTP-триггер встроены, и Schedule-триггер тоже они встроены. В AWS на это дело есть отдельные сервисы, которые предоставляют кусочек своего функционала. Amazon API Gateway для HTTP-триггера и CloudWatch для Schedule. Почему вообще об этом стоит говорить? Потому что это отдельные сервисы, и у них свои прайсинги и свои лимитейшины тоже. Для реал-тайм-апдейтов будем реализовывать Netify API. В идеале мы можем брать данные прямо из ID-хаба. Одну секунду. Спасаемся. для того, чтобы реализовать реал-тайм-апдейты в принципе можем сделать какой-то HTTP-эндпоинт, который мы будем постоянно полить. Либо нам нужно вопсеки-соединение, по которому будем раздавать апдейты. В идеале можно это делать напрямую из IT-хабов. Но Azure IT-хаб поддерживает HTTP и MQTT оверопсокеты. И все вроде бы хорошо, но есть нюанс. В HTTP API нету поддержки CORS, поэтому с браузера его напрямую использовать не получится. По поводу использования MQTT оверопсокеты, тут тоже все не так уж и гладко. Ну, конкретно из браузера. То есть есть сервис SDK, который позволяет подключаться по опсокетам из серверного приложения, из нода, но из браузера тут не получится. По поводу отсутствия CORS, есть как бы тикет в Azure, но там пока все подзаглохло. Поэтому в нашем случае мы просто сделали апсервис, там написали просто приложение Nody, которое подключается к IT-хабу, берет с дефолтного роуда все месседжи, поднимает обсокет-сервер, ну, все месседжи просто раздают подписчикам. Вот, на стороне AWSO тут получилась реализация поинтереснее. Вот, ну, есть тоже поддержка NQTT over обсокетов, и также, что важно, есть возможность получать доступ к этим вебсокетам через когнито. Когнито это такой специальный сервис в Амазоне, который предоставляет анонимным пользователям, ну, не только анонимным, просто некоторым пользователям, получать изолированный доступ какого-либо сервисам на какое-то время. То есть, в нашем случае мы настраивали такую политику, которая бы позволяла через когнито получать временный доступ к IoT Hub на 5 минут. Вот, ну, из браузера это нормально можно делать. Вот, ну, вот так выглядит наша итоговая схема сервисов на Azure. То есть, тут все довольно тривиально на самом-то деле. Вот так выглядит на Ways тоже. месседжи с девайса в IoT Hub, потом в Dynamo, фичится и с лямбд. Ну, прямо к IoT Hub коннектимся с веб-дашборда и мобильного приложения. Ну, вот так выглядит наш веб-дашборд. Написан на React.js и D3. Ну, не использовали QuickSite. Вот, тут интересно отметить, что есть SDK браузерная под Amazon. Вот, через него мы получаем, как только юзер заходит, получаем токен у Когнита. С этим токеном подключаемся к WebSocket в AWS IOT. Ну, для подключения используем либо MQTC.js. Вот, и этот коннекшн ресетаем раз в какое-то время. то есть на Azure выглядит идентично. Разница только в том, что ну, у нас есть WebSocket сервер, который паблишит всем, поэтому там реализация простая. Вот, также у нас есть мобильное приложение, это приложение под Android. Вот, для обеих платформ, для обеих реализаций оно выглядит одинаково. Тут стоит отметить, для Амазона есть интересная штука, что при старте этого приложения мы через Cognito запрашиваем больший доступ, нежели чем на чтение, чем из браузера, и получив этот доступ, мы генерим сертификат, который сохраняем на файловую систему, и потом с этим сертификатом к AWS мы коннектимся и получаем апдейты. Ну, тоже по MQTC. Тут у AWS есть специальный мобайл-сдк, ну, так что здесь все очень лайтово. Вот, ну, опять же, для Azure обычный WebSocket клиент, ну, и обычная HTTP, ну, запрос делаем для префечия. Ну, и, собственно, говоря о проблемах, можно отметить, что на текущий момент в обоих реализациях тут сделано немножко криво, что мы всю телеметрию с наших девайсов сохраняем в Storage. Это не есть хорошо, потому что размер базы растет неконтролируемый. Чем больше девайсов будет подключаться, тем больше будем писать. Ну, чем больше будет пухнуть наша база данных, тем, соответственно, счетное содержание будет больше. Вот. Обойти это можно несколькими способами. То есть первое, что приходит в голову, это проапгрейдить наши стрим-процессные джобы и на телеметрию сырую, которая приходит у нас из IT-хаба, генерит три выходных потока. Первое, это будет как есть сырые данные, которые мы будем хранить за какой-то короткий промежуток времени, за месяц. А для остальных двух мы будем считать агрегацию по времени. То есть, например, мы будем брать среднее показание с термометра, ну, считать среднее значение, допустим, за пять минут. И вот эти ивенты мы будем хранить в другой коллекции и хранить их, например, за год. Соответственно, еще третий джоб, который делает агрегацию за час, с которым мы будем хранить постоянно. Таким образом можно на это дело влиять. Другой момент, это можно не использовать document.db и dynamic.db, а использовать другие базы данных, например, influx.db, которые специально предназначены для таких кейсов. Над этим можно дальше думать. также есть known issue, то, что наш backend и наш frontend на данный момент не поддерживают возможность выбора, какой девайс слушать. Это очень неудобно при тестировании, нам стыдно, мы знаем это known issue. третий и возможно использование вебапы для реал-тайм апдейтов из Azure IT-хаба. Это bottleneck. суть суть этих хабов, что они предоставляют отказоустойчивую точку доступа, к которой можно коннектироваться одновременно с большого количества устройств. А наш вебап нет, он так не может. У него всегда будет в данном случае bottleneck. ну кстати по поводу этого, если у кого-нибудь есть идеи, можно озвучить их. Ну и говоря об импровиментах, ну первое, что бы хотелось добавить лично мне, это cloud-to-device communication для того, чтобы можно было контролировать работу нашего устройства. Ну у нас прошивка написана так, что мы берем чтобы при когда мы подаем питание на наше устройство, оно сразу подключается к Wi-Fi точке определенной, ну и начинает слать сообщения в IoT Hub. Ну было бы прикольно на дашборде это дело иметь возможность контролировать. Ну и к тому же сервисы это позволяют. Также было бы интересно добавить, ну прогрессить наш девайс и добавить GPS-сенсор для того, чтобы метеоданные, которые мы отсылаем, имели геометку, вот чтобы это можно было отобразить на карте. Ну была, красота была. Ну и третья такая возможно немножко спорная штука это мигрировать с Azure Functions на фабрик. Вот, то есть ну в фабрике настроить HTTP листнеры и WebSocket листнеры и потом на каждое подключенное устройство генерировать, ну поднимать как минимум два актора. Первый, который будет раздавать history данных, второй, который будет делать нотификацию, ну и также актор, который будет фечить данные с OpenWetherMap. Вот, ну естественно, как бы сразу вам скажу, что использование фабрика для данной цели это вообще дичайший overhead, вот, и придется редизайнить систему, но поскольку все вот это проект исследования для того, чтобы получить практический опыт, то это вполне приемлемо, я считаю. Вот, ну подводя итог, можно сказать, что обе платформы показали себя хорошо, вот конкретно для наших целей. Вот, то есть не было никаких таких вот непреодолимых проблем, ну мы с ними не столкнулись, а эти хабы штуки очень классные, ну очень простые, ну с ними легко работать. Вот, конечно, есть неприятный вот такой вот этот фактор, что получить доступ к эти хабы из браузера не получается в Азуре, но с другой стороны смене, что стучаться к нему напрямую, не имея какой-то прослойки, например, когнита, как в Амазоне, то это не самое лучшее архитектурное решение. Вот, поэтому при выборе одной из этих платформ, в принципе, если вам придется выбирать, то, скорее всего, имеет смысл обратить на вторичные факторы, такие как наличие партнершипа с каким-то из вендоров, ну, конечно же, прайсинг обязательно, но тут для затравки можно сказать, что в итоговой схеме у нас есть разница между прайсингами на Азуре и на Амазоне, вот, Амазон у нас оказался дешевле, вот, ну, но зато с другой стороны если говорить про девелопер стул интегрэйшн, то, как бы, Азур, за ним стоит Microsoft, там операционная система, Peugeot Studio, то, естественно, как бы у них интеграция с облаком будет на высшем уровне, вот, ну, и также, вероятно, стоит обратить на внимание на другие вещи, то есть, например, возможность потенциального расширения, вот, ну, и потенциального развития, вот, ну, потому что на данный момент в Амазоне аналога сервис, Azure Service Fabric, его просто нету, вот, ну, и также еще, например, можно было бы для каких-то предсказаний использовать Azure ML, вот, здесь ссылки на материалы с Hackathon, ну, все, о чем я говорил, кстати, оно доступно в фаблике, то есть, есть две репы на GitHub, можно посмотреть, поковырять исходники, если кому-то нужно, вот, ну, вот, как-то так, то есть, если у вас есть какие-то вопросы, давайте. Михаил, спасибо большое за доклад. Спасибо. Кого вопрос передать? У меня, я просто не очень понял, вот, вот этот вот момент с батлнеком, с вебапом, кон был, и второй просто comment, и, насколько я знаю, вот там, там было написано миграция Azure Function, Fabric, то есть, Function, они-то работают, насколько я знаю, архитектурно, на, как-то это следующий слой над сервис-фабриком, на котором они базируются, ну, это так, комментарии, а вопрос у меня был, я просто не очень понял, прослушал этот момент, где бы ты локал. Я тут, возможно, немножко торопился и сбился, но суть в том, что, где мы тут были, суть в том была, что, ну, вот этот вебап, который мы сделали, ну, он работает согласно кому-то сервис-плану, грубо говоря, тот вебап, ну, тот сервис-план, который мы выбрали, он, например, поддерживает пять одновременно работающих в высоких соединений, вот, то есть, как бы, ну, привет. нет. Еще какие-нибудь вопросы? Хорошо, можно еще раз, еще один вопрос? Немножко не к клауду, а сколько в итоге стоила вообще железная часть решения? Железная часть? Да. Ну, конечно, хороший вопрос, я тут точно вам цифры не скажу, но сам девелотмент борт, который, вот этот вот, ну, давай, работай, оп, оп, о, вот эта шляпа, вот, она, по-моему, как только поступила в продажу, стоила, там, порядка 20 долларов, вот, ну, и честно, я вот не помню, вот прайсинг надо будет посмотреть. Единственное, что я вот хочу отметить, что вот выбранный борт, на самом-то деле, он, ну, это довольно производительная конфигурация и четвертой серии, вот, там были другие, которые, ну, у которых ресурсов вычислительных поменьше, но они, соответственно, стоили подешевле, вот, а так, ну, до, по-моему, до 30 или до 40 долларов. А суммарно все три платы полностью? Wi-Fi expansion board, это, по сути, ну, отдельный борт, то есть у него тут свой CPU стоит, свой Wi-Fi модуль, он примерно стоил, тут тоже так, в районе 20, вот, ну, вот это вот я вот точно не помню, сколько стоит, ну, до сутки. Ну, понятно, хорошо. Еще такой, вы, получается, сравнили AWS и Azure с точки зрения Internet of Things, есть еще у Google тоже подобная вещь, вот, так что если вдруг, welcome, очень будет интересно послушать. Ручки-то чешутся на самом-то деле, вот, у нас там уже, как бы, по плану забиты еще вроде как другие, платформы. При первой регистрации 500, по-моему, баксов там бесплатно можно использовать, так что, в общем-то, этого хватит на первый тест. Ну, и, кстати, еще вот возвращаясь к железному вопросу, к цене, надо же понимать, что это, ну, это development board, все, как бы, ну, когда уже ваш девайс будет уже собран, уже прорисована схемотехника, то в конечном итоге компоненты они будут стоить намного дешевле, ну, потому что здесь, ну, на самом деле лишних деталей-то много, ну, кнопки эти, диодики, ну, нафига это нам, ну, девайперский вор просто. Большое спасибо. Можно. Я вот вопрос, скажите, удаленно можно вообще сделать апгрейд вот этих устройств? Дополнительно, ну, вы сказали, что через MQTT вы забираете данные, но это получается, что все равно, как бы вы уже готовы устройство ставить удаленно, и уже, ну, с каким-то софтом с ним. Ну, на самом деле это хороший вопрос, мне нравится, но вообще, если вы посмотрите, то как бы по поводу вычислительных мощностей на такого рода девайсах, тут сильно ты не разгонишься. Вот. Когда собирается устройство, ну, уже итоговое, то есть на линии прошивается, то есть там в прошивку саму зашиваются endpoints, куда нужно будет стучаться. Но уже фиксировано. Если вы говорите, извините, так, если вы говорите про какие-то апдейты прошивки, вот на самом уже устройстве собранном, то, насколько я помню, есть такие системы, там, типа Visual Dragon, которые позволяют перепрошивать, ну, устройство. Также, ребята из нашей компании, вот уже недавно было мероприятие, недавно в конф, они там рассказывали про такую штуку, как IOT в JavaScript, и там вообще чума была. То, что была специальная плата, есть спроина, на которую был, уже прям заливался JavaScript интерпретатор. Вот. И там можно было написать такой код, который будет выкачивать апдейты, ну, для этой прошивки. Ну, и поскольку он интерпретируемый, то там ничего компилить не надо, сразу будет раниться. Вот. Так что в теории такое можно сделать. Или вы имеете в виду апдейты прямо из клауда в девайс, сообщения, команда какие-то передавать? Ну, грубо говоря, да. Еще такой вопрос. Кроме QTT, есть ли еще какие-то протоколы, вот, к примеру, с APC серверов, промышленного контроллеров, микродевайсов, чтобы можно было забирать в AWS, в Amazon данные? Ну, если вы говорите про протоколы, которые поддерживаются IT-хабом, то тут надо смотреть. Но из того, что я помню, по доке нет. У них есть только HTP, MQTT и MPQ. Ну, MPQ. Вот. Все. Как бы. Я понимаю, кажется, о чем вы говорите. Этот API-V6, который там специальный вариант протокола. через спецификацию самого APC. Да, да. Ну, я такого не видел. Получается, надо своими руками, да? То есть, передавать через MQTT. Ну, да. По сути, если я правильно понял ваш вопрос, то да. Хорошо, вот если сравнивать две системы, какая все-таки лучше? А что для вас лучше? Для данной задачи. Ну, тут, если говорить про стоимость, то, наверное, лучше Amazon. Во сколько раз, да, ну, грубо говоря, если брать, вот я думаю, где-то по Amazon, но он раз пять будет дешевле. Ну, на самом деле, вот если смотреть все сервисы, которые мы использовали на Amazon и на Azure, то на Amazon получилось там дешевле порядка там, ну, 30 процентов. Ну, где-то так. Ну, там детальный репорт, я потом могу вам посмотреть, если хотите, можете связаться, я вам дам какую-то более полную выкладку по этому вопросу. Хорошо, спасибо. Вопрос у меня по поводу протобафа. По поводу протобафов. И в сравнении с кем-типи. По поводу протобафов, насколько я понимаю, то есть, то, что ты, то, что можно из Azure, IT-хабов, Stream Analytics, Avro, это вот, это вот достижение. А по поводу того, как это в IOT, делал AWS IOT, то воркраунда, ну, то есть, это открытый вопрос, воркраунда, который предлагают ребята, это использовать лямбду специально, которая будет принимать прямо сырые данные из IT-хаба и на лету делать конверсию. Вот. Ну, тут есть, кстати, вот нюанс, что в Azure Functions нету прямого бизинга с IT-хаба. Вот. То есть, по идее, можно как в режиме event-хаба использовать, но там у меня это что-то не завело из полточка. Но в плане выгодности протокола этот протокол, он может быть более выгодным по объемам изжатия данных? Ну, я же говорю, если мы говорим про Microsoft, наверное, можно использовать Avro. Вот это будет самый такой, самый выгодный протокол. Если мы говорим про Amazon, то у них есть поддержка JSON, но и также есть возможность использования специального функшена, который будет триггериться на входящее сообщение в AWS IOT-хаб. То есть, а базе сообщение, оно может быть другое. То есть, как-то усилизуй, как хочешь. И главное, чтобы вот function, который будет это дело принимать, мог его обработать. И генерить данные, ну, в какую-нибудь кешку складывать эти сообщения. Спасибо. Вероятно, только в этом случае разоришься на запусках этой лямбды. А тут точнее, для чего все-таки используется этот SQL, если все равно пишется база в данных, можно с нее спрашивать. Ну, я тоже тут, возможно, плохо объяснил. Суть в том, что напрямую из Azure IT Hub в документе B записать не получится. Вот, ну, по-любому надо использовать этот сервис стрим-аналитики. Он как-то фильтрует, получается. Да, ну, то есть тут хочешь, не хочешь, придется его использовать. Ну, по сути, мы этим языком описываем просто преобразование данных. Но на самом деле там можно делать намного больше. Вот. Поняли? Да, просто преобразование. Ну, в нашем случае, да, просто преобразование. Но для улучшения, ну, можно же, стрим-аналитики Джоби, можно же несколько секций написать. Вот. Ну, которые будут вот эти стримы трансформировать. Вот. Ну, и ужимать по размеру. Ну, а что вот кроме как трансформации? Ну, можно файрить новые ивенты. Ну, например, вот у нас есть термометр. Мы можем при экстремальных значениях датчика, ну, там, допустим, если температура больше 20 градусов, мы можем файрить новые ивенты в какой-нибудь notification сервис, тот, который будет нам присылать смс-ку на телефон. Ну, либо на почту слать. Ну, можно такое делать. Можно фильтрацию делать. Ну, потому что, как бы, у нас стрим данных. Вопрос возник по поводу вашего продукта. Какое будущее? Как видите? Это на самом деле не продукт, это internal project исследования. Ну, суть в том, чтобы получить практический опыт и зашарить его на другие проекты, которые у нас есть. Вот. В компании. А как-то не видите его применения вообще в эти отрасли, да, как-то? Вот конкретно то, что мы делаем, вот конкретно вот этот пример, это, ну, говорю, это… Подделка на коленках? Да, 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 это чисто так вот подделки. Но, как бы, все можно развивать. Интересно. Интересно просто было бы вот взять еще, там, два-три каких-нибудь сквалы таких сервисов, например, там, предикс, или вот гугл, как ребята посоветовали. Вот. И просто по сравнивать на самом-то деле, потому что, ну, как бы, везде есть свои плюсы и минусы. Какое-то нагрузочное, пробовали генерить, эмулировать? Нет. Ну, вообще, как бы, по поводу, а, по поводу эмуляции, ну, конечно, у нас схема такая, для тестирования и отладки мы написали специальные функции в Azure Functions.ru, которые, ну, просто подключаются к IT-хабу, как фейковое устройство, ну, и фаре туда сообщение. Вот. Мы можем этих, ну, можем запустить несколько инстанций этих джобов, ну, и посмотреть. Ну, как бы, а какой смысл тестировать на самом-то деле? Используя вот эти клауд-платформы, ну, у них же есть вертикальное межштабирование. Вот. То есть, как бы… Вопрос в границах. Да. Как быстро достигнете при каких-то определенных условиях? Просто если вдруг делали какое-то, какое-либо нагрузочное тестирование, если результаты были бы прикольные, если пошарились. Я думаю, что это вообще тема как бы отдельного исследования, вот именно нагрузки. Но тут, наверное, я бы отметил другой момент, вот по поводу лимитов и прочего. Ну, как бы, вот, ИСТИ, вот, и платформы, девайсы, которые на базе устроятся, вот, они как бы, они как бы, такие получаются довольно очень нетребовательные к ресурсу, долгоживущие какие-то вещи, ну, но, если вот говорить, например, про какой-то умный дом, вот, ну, реализацию, то у нас, мы не можем просто взять и поставить, ну, сенсоры, вот эти вот, в каждый из наших девайсов, ну, точнее, мы можем, но мы не можем, грубо говоря, поставить везде Wi-Fi какой-то модуль и стучать постоянно в клауд, ну, то есть нам нужен какой-то роутер в доме, к которому мы будем коннектировать сила данных, потому что если нет, тогда мы, чем больше у нас устройств, тем больше мы будем вывязывать канал, как бы, и, ну, при таком проектировании, действительно, можем достичь лимита раньше, чем ожидаемо. Ну, если вы поняли, о чем я. Тут коллега опоздал, интересуется, а что за операционка прослушали? А, здесь, какая операционка, ребята, здесь Artoz, тут, смотрите, это же целых 96 килобайт SRAM, это мощь, тут кроме Artoz, ничего не. Тебе что-нибудь, Дима, сказал об этом? Я помню, что Билл Гейтс говорил, что сколько там достаточно, 640 килобайт, да, у вас 92 килобайта? Ну, вы знаете, я, честно, я не очень понимаю, о чем вы говорите. Можно ли расширить до 640? Ну, вообще, если говорить про вот этот вот ST32 нукле, ну, то есть, вообще, зачем оно надо, что есть же разные микроконтроллеры, которые выпускает ST, Nuclea, это такой программный HAL, ну, то есть, Hardware Absection Layer над этим микроконтроллером, вот, то есть, он обеспечивает правильную распиновку, то есть, какие-то, ну, стандарты входов-выходов, ну, и по питанию, вот, есть разные редакции вот этих вот extension board, есть там, где побольше CPU, где побольше памяти, и, ну, то есть, в нашем случае все не так уж и плохо, то есть, здесь все очень хорошо по ресурсам. По поводу того, что вы говорите, отдельная операционка, ну, я не знаю, возможно, вы имеете в виду какую-то там NetDuin, ну, то есть, есть такого рода платы, но они, ну, там железо в разы мощнее, чем здесь, вот, и также, наверное, еще стоит упомянуть, что после выхода 10-й версии OS, ну, Windows, то в них зарелизили такую штуку, как Windows Core, вот, это специальная урезанная версия операционной системы Windows, которая предназначена для запусков на девайсах, на которых очень мало ресурсов, но даже все равно этого, ну, она будет слишком требовательна, вот, например, для таких девайсов. Есть еще Windows IoT такая операционная? Ну, да, я вот про это имею в виду, вот, ну, Raspberry Pi, вы сравнили, там такие мощности, конечно, классные, большие, извиняюсь. Еще есть, ребята, вопросы у кого-нибудь? Ну, Михаил, спасибо большое для выступления. АПЛОДИСМЕНТЫ, спасибо. Продолжение следует...